СЕРАПИС Всех приветствую! Продолжаем ознакомиться с мифологией. Серапис – эллинистический бог изобилия, плодородия, подземного царства и загробной жизни. Вот одно из описаний про этого бога, который я нашел в интернете. Серапис – один из богов эллинистического мира. Культ Сераписа, как бога столицы Египта Александрии, был введен основателем династии Птоломеев в Египте Птоломеем I сатером, правил в 305-283 годах до н.э. При содействии ибитского жреца Манифона и афинянина жреческого рода Тимофея. Новое божество было создано для сближения египтского и греческого населения Египта на религиозной почве. Однако, почитание его распространилось преимущественно в греко-римской, а не египетской среде. В образе имени Сераписа были соединены популярные египетские боги – Осирис и Апис. Первоначально произносилось «осарай». Подобно Апису и Осирису, он являлся богом плодородия, был связан с загробным культом, считался богом мертвых и поэтому отрождествлялся древними греками Саидом. Серапис был объявлен к велителям стихии и явлений природы. Ему были приданы функции водного божества, владыки наводнения. В этом качестве он сближался с Посейдоном. Изображения Сераписа помещались на носах кораблей и бога солнца, что повлекло его отрождествление с Аполлоном. Отрождествляли Сераписа и Зевсом. Серапис почитался как спаситель из несчастья, предсказатель будущего, целитель больных. В этой функции он близок имхотепу, в древнеегипетском произношении имутесу. Обожествлен как мудрец и врачеватель, и отрождествлен греками с асклепием. Иконография Сераписа чуждой египетской традиции и напоминает образы Плутона и Зевса. Его изображали человеком средних лет в греческом одеянии с пышной прической бородой. На голове корзина, наполненная плодами. Ну вот так, вкратце о эллинистическом боге изобилии, плодородии подземного царства и загробной жизни Сераписи. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok